Как справиться с гневом? Как справиться с гневом? Будет лишь Всевышний, тогда и гневаться мы будем только ради Аллаха. Описание гнева пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, гневался, то лицо его краснело, по этому состоянию было понятно, что он гневался. Но он гневался лишь тогда, когда кто-то посягал на истину. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, разгневался на сподвижника Муаза ибн Джаббаля, да будет доволен им Аллах. Несмотря на то, что он был одним из любимцев пророка, саллиллаху алейхи вассалям, среди молодежи. Поводом для гнева послужило то, что он удлинял коллективный намаз. Некоторые сподвижники пришли к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и пожаловались на Муаза, да будет доволен им Аллах. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повернулся в сторону Муаза, да будет доволен им Аллах, и сказал, «О, Муаз, разве ты смутьян?» и повторил эти слова три раза. Подобных случаев гнева пророка, саллиллаху алейхи вассалям, достаточно в истории ислама. Но, повторимся, его гнев проявлялся только ради Всевышнего Аллаха. Как потушить тлеющий уголек гнева? Человек неизбежно попадает в такие ситуации, когда приходится гневаться. Важным является то, как он поступит с гневом в этот момент. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говоря о гневе, как о болезни, сказал, «Гнев – это тлеющий уголек. Гнев – от шайтана, и поистине шайтан сотворен из огня. Если кого-либо из вас охватит гнев, то пусть он совершит малое и большое омовение, так как гнев – это огонь, а вода гасит огонь». В другом хадисе говорится, «Разве вы не видели, как его глаза становятся красными, а вены набухают?» Краснота, о которой говорится в хадисе, – это свойство огня, что соответствует описанию сатаны, который создан из огня. Шайтан наиболее близок к человеку тогда, когда тот находится в состоянии гнева. Когда человек находится в таком состоянии, первое, что ему необходимо сделать, это прибегнуть к Аллаху с просьбой о защите. Желательно сказать, «О Аллах, очисти мое сердце от гнева и защити меня от происков шайтана». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, советовал, «Если кто-либо из вас гневается, будучи стоя, пусть сядет. Если гнев у него пройдет, то хорошо. В противном случае пусть ляжет и лежит до тех пор, пока не погаснет тлеющий уголек огня». Наиболее важным моментом, которому Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, уделял внимание, является молчание во время гнева. «Если гневаешься, молчи!» — это завещание Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это важно, поскольку от гневного человека исходят слова развода во время семейной ссоры. Кроме того, подобные слова не раз приводили к смуте в разных племенах. Поэтому, если человек гневается, ему лучше держать рот на замке. В порыве гнева можно сказать много лишнего, после чего можно сожалеть всю жизнь. Ещё одним важным моментом, на который нужно обратить особое внимание, является воздержание от мольбы в состоянии гнева. В таком состоянии человек может сделать нехорошая дуа для своих детей, против самого себя и других. В случаях, когда муж гневается на жену или наоборот, или человек гневается, когда кто-либо причинил ему вред, нужно следовать примеру нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как он поступал в таких случаях, а также примеру сподвижников и ещё хороших людей, авлия. Если кто-то поругал тебя и ты разгневался, будь уверен, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, более достойный, чем ты, всегда проявлял терпение и умолкал, а в некоторых случаях просто улыбался и такими способами тушил тлеющий уголёк гнева. Степени людей в состоянии гнева Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, разделил людей, находящихся в состоянии гнева, на четыре категории. Первая категория – люди, которые гневаются быстро и быстро удовлетворяются. Вторая – медленно гневаются и быстро удовлетворяются. Третья – медленно гневаются и медленно удовлетворяются. Четвёртая – быстро гневаются и медленно удовлетворяются. Эти четыре состояния, которые нам описал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Лучшая из них – вторая степень, когда человек медленно гневается и быстро удовлетворяется. То есть человека сложно разгневать, но при малейшем гневе он успокаивается. Это считается самым достойным. Завещание посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Некоторые из подвижников попросили пророка, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы он сделал завещание. Он сказал «Не гневайся» и повторил это несколько раз. Гнев – это беда. Один из подвижников пришёл к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и спросил «Как мне остеречься от гнева?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, посоветовал не гневаться на создание Аллаха. И тогда Аллах не будет гневаться на тебя. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил «Не тот силён, кто побеждает других. Силён лишь тот, кто способен владеть собой в гневе». И Аллах полюбит вас. Кто сдерживает гнев, может быть уверенным в том, что он обладает одним из самых достойных качеств посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и следует за словами Всевышнего. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.